Буквально вчера наша съемочная группа побывала в той части пункта пропуска Козловича, куда невозможно попасть обычному гражданину без паспорта и визы. Это досмотровые каналы, где проходит паспортный контроль водителей. И такими пустыми они давно уже не были. Не узнают их и дальнобойщики, которые часто совершают рейсы. Таким пункт пропуска Козловича стал не просто так. 9 мая в польском пункте пропуска Кукурыки начали забастовку грузоперевозчики. Пропустная способность единственного работающего на белорусско-польской границе грузового пункта пропуска Козловича, с польской стороны это пункт пропуска Кукурики, составляет 1200 автомобилей в сутки. Однако за последние сутки с определенной стороны поступило менее 400. В настоящее время выезды в республику Польша ожидают не более 40 транспортных средств. Бастующих можно понять, их экономика стала заложницей политики своих же властей. Так сказать, демократические санкции больно ударили по кошельку простых тружеников. Вот и требуют они теперь запретить проезд на территорию Польши большегрузов с белорусскими и российскими номерами. А еще ограничение работы на территории иностранных транспортных компаний, которые, как они считают, забирают их прибыль. По имеющейся информации, протестующие на сопредельной стороне пропускают по одной-две машины в час, за исключением транспортных средств, перевозящих живых животных, испортящиеся грузы. Транспортные средства, поступающие на въезд в республику Польша, принимаются сопредельной стороной без задержек. Водители, которым все же удалось въехать в Беларусь, говорят о том, что примерно 50 грузовиков перекрыли дорогу вблизи погранперехода, без препятствий разрешают движение исключительно фуром со скоропортящимися грузами и животными. Беларусь Олег трудится в польской фирме. Оттуда вез саженца и, говорит, буквально в последний вагон вскочил перед введением блокады. И то 22 часа в очереди простоял. Работать это не то, что невозможно. Это проблематично. Все режимы труда и отдыха не соблюдены. Ну, проблема с границей полностью. Полиция там стоит, стоят водители, перекрыли границу, запускают вроде как одну машину в час. Протест они выдвигают для своего правительства, чтобы оно их поддержало, чтобы кто-то из руководства польской стороны приехал, выслушал их условия. Ну, как бы в интернете уже есть информация, что вроде как написано письмо Евросоюзу с ихними требованиями. Ну, пока неизвестно, насколько продлится этот весь их пикет. В радиостанции услышно много негатива. Ну, опять же, любой человек, поставьте себя на его место, любой человек был бы недоволен чем-то. Ну, я стараюсь выключать и не питать этот негатив, потому что, вы сами поймите, колейка, движение, работа, тут и так ответственная работа, с документами, со всем. Поэтому напитайся негатива, где-то что-то забудешь в документах, лишние печати не будут, будут проблемы. Поэтому терпение, терпение ребятам и коллегам. Забастовка приведет к беспорядкам, я думаю, там, потому что люди стоят, никаких условий, вообще никаких условий нет. Ладно, еще магазин наработают, но в магазине все смели за полдня. У людей очень плохой настрой. Они, ну, все, все, все относятся к этому негативно. Вчера вечером пошли туда, к ним, к забастовщикам. Нас не пустили, выбрали три делегата, завезли их. Мы не можем ничего отпустить, никакие поблажки вам сделать. Ничего не можем сделать, потому что мы не зависим от этого. Мы, говорит, зависим от всей Польши. Поможет ли такая позиция пополнить кошельки польских грузоперевозчиков? Большой вопрос, на который, к сожалению, пока никто не знает ответ. А мы продолжим следить за ситуацией. Продолжение следует...